Есть ли в нашей жизни цель? И какая она? Когда человек начинает понимать, что его можно слышать. То, что делается сейчас, я не думаю, что это хорошо. То есть вы должны нашпиговать детей, влиться в ипотеку, купить долбанное авто за лямы и сдохнуть? Ну, примерно так. Если всю рекламу переделать. Кто-то отвинтил вашу пенсию, кто-то ворует, кто-то забыл, что сотворил Бог. Любовь к ближнему, вот этого в России нет. Что для любви нужно. Качественный другой подход. Так вот, в мире капитализма этот подход – реальная зарплата. Там за бугром от 5000 евро и выше. Здесь 120 евро. Не знали? Ну да. Село прокатитесь и поймете. Село вас кормящие. Пенсионерам заедете, а нету? Тогда к работникам, всем. 90% россиян не дотягивают до штуки баксов. Какая тут любовь. Здесь зависть черная. Вы что? Вы это хотели? Вы это воспитали. Или вы думаете, что за бугор все мотаются? Год экономят, потом за 10 дней все просирают. Да лепота не детская. Кому это нравится? Мне нет. 90% тоже. Остальные жируют и говорят, что лицемеров мало. Но вы про это не говорите. Те 10% – это практически весь бизнес. Вот там все лицемеры. За 25 лет я говорю вам. А именно столько я на телевидении. Вот это реально достало. К слову, эти 10% кто-то выбирает. Не понимая, что они заботятся только о себе. О себе ненаглядных. А на нас 90% им просто насрать. Вот с такими мыслями мы идем на выборы. Да, то, что у меня получилось за 30 лет, я с огромным трудом сделал. Но были еще 15 лет изумительного детства. И это было. Я жил в СССР. Я знал, что лучше нашей страны в природе не было. Хоть я и был лентяем, но только в шахту не лазил. А так делаю все. Вот это было образование. Что сейчас? Другой вопрос. Но по сути возврат в лучшее – и это не откат. Откатами вы кормитесь. Мы готовы работать на благо того, что нам дает бесплатную медицину. Бесплатное образование. Лучшую историю. Идеальную армию. И бесплатное жилье. Скварплаты ровной. И качественными продуктами питания. Да, все это делается легко. Надо понимать, за кого вы готовы отдать голоса. Надо делать необычные вещи. Этот флаг должен быть размером раза в три больше. Тогда он будет привлекать внимание, видя издалека. Понимаете? Обычный флаг, он не особенный. Ну, много с флагами ходит. Но это мое предложение. 6 на 6 – это много, по крайней мере. А, допустим, 2 на 3 или еще больше. Флаги, флаги. Высоко висели три флага. Отлично. И плакаты КПРФ. Все это видно. Ну, отлично. Еще музыка и вообще замечательно. За кто у нас музыка обеспечивает? Поймите, когда мы работаем массовым числом, не 25 человек подписали одно письмо. Почувствуйте разницу. А мы подготовили 25 индивидуальных писем, но выстроенных системно. То есть главу города мы спрашиваем об его городских обязанностях. Главу района мы спрашиваем о его обязанностях. Главу горшин инспекции мы спрашиваем о его обязанностях. А управляющую компанию мы спрашиваем о его обязанностях. И вот в этой ситуации, когда мы одновременно возбуждаем вот эту всю имеющуюся вертикаль власти, они не могут уйти, первое, от ответственности, потому что каждый друг друга обязан контролировать. И второе, самое важное, не происходит затухание сигнала. Когда мы подписали одно коллективное письмо, к примеру, президента, оно потом по цепочке идет вниз и сигнал глохнет. А когда мы одновременно возбудили всю вертикаль за их степень ответственности, при том индивидуально, понимаете, да, сигнал не затухает. Значит, КПД нашей работы повышается. Что у нас в Челябинской области? Помятуя о лучшем губернаторе от КПРФ, а точнее о Петре Сумине, так вот лучшего-то и не было. Того, кто лелеял своих южноуральцев. А точнее есть такой, нациевский. Он из КПРФ. По сути, кто оттягивает власть? То есть инфо-аналы сливают на вас анальное свое сырье. Нет никакой информации о любителях пенсии. Нету никакой. Так, по мелочи. Тут воровал, тут грабил. Но тема другая. Остановить грабеж. Просто разобрав весь доход и поделив его, можно дать всем рабочим заработную плату от 5000 долларов и нормальную пенсию от полутора тех же. Не пробовали? А есть калькулятор. Сами посчитайте. Хватит воровать. Делиться надо. Но в Магнитогорске штендеров с нациевским нет. Не нужен он такой. Зачем магнитогорцам за него голосовать? Но, господа мои, не на тех вы напали. Мы даем вам правду, а точнее правду в руки на наших пикетах. Видите, какая ситуация? Мощное телевидение цензурировано не по-детски, тоже с радио. Газеты вы не читаете? А зря. Ладно, хоть ютуб есть. Вот оттуда мы даем вам правду. И газета «Правда», и «Правда» о нациевском в наших руках. Мы ведем эту работу систематически, каждый месяц, круглый год. И в холод, и в жару, и в снег. Помогай, ваша работа помогает. Наша работа показывает всему городу, что вы садитесь. Конечно, хорошо, когда оппозиции нет. Но, простите, город не тот. И каждый раз я вижу постоянно большее количество наших правильных коммунистов. Почему правильно я объясню? Правильные видели совершенно другое государство. И если вы не въезжаете, то чуть-чуть подвиньте штрих в дорожку в ютубе и поймете. Молодые туда же. Всех достала никакая медицина. Вы не можете нас обманывать. Не получится. Жить в атмосфере нищеты. И это не для нас. Мы, мы кормили полмира и не можем прокормить себя. Вы нам это не втирайте. А вы просто борзели. Вчера борзую передачку смотрел. Борзота была другая. Микрофон на борзой ведущей заглушал слова Зюганова. И вы знаете, хоть хлопки висят над головами, для борзой ведущей так не хлопали. Даже понимая закормленность тамошних зрителей, поверьте мне, я в лицо знаю тех говнюков, хавающих и быдлящих не только ТВ-аналы, но и все, к чему прислоняется рука типа дающего вам. Видел я такое на Второй Петровской ассамблее. Пока им под сраку не надаешь, не отвалят. То есть оно есть и у нас, мелкожопчатость. А вы не видели? И это часть нашей жизни. А чтобы вы понимали, о чем я говорю, так вот мелкожопые забирают места на каждом празднике металлургов. И это не КПРФ. Мы за дело нужное, за дело правое. Правота в наших мыслях и в нашем деле. Завтра Циевского!